Привет, дорогие зрители! Новый выпуск по Clash Royale. Ну что ж, немножко отойдем от темы обзора колод с популярными разными связками. Там, Хок плюс Мартира, Галем плюс Тримушкетер и прочее-прочее. Поговорим про колоду Core Geek плюс Sparky. И, ребят, мы не просто поговорим про эту колоду. С этой колодой нереальные результаты. Вы посмотрите на рекорд. Точнее, не на рекорд, а на количество кубков на данном моменте. Рекорд у него 5500. И с этой же колодой вроде бы. Ребята, я с популярными, с топ-колодами не могу взять 5500. Парень просто со Sparky и Core Geek гом херачит всех подряд. Я просто в шоке, реально. Sparky, да, с недавних пор бафнули. Неплохая карта, можно играть. Не такая, как была раньше. Но он и раньше, кстати, с ней играл. Если вам интересно. Вот, но связки с Core Geek гом, блин, это раньше было популярно. Сейчас, я думаю, что это не сильно крутая колода. Но, блин, у него есть результаты. Он, сейчас, на данный момент, 5341 кубок у него. И по прокачке, я смотрю, 9-й Fireball. Вы не представляете, настолько это слабая прокачка. Здесь все с 11-ми рарками. Я вам сейчас это докажу. Вот, Лог Боя можно посмотреть. И у него, кстати, еще Ледяной Дух, не 13-го уровня. И ЗАП, не 13-го уровня. Это тоже очень решает. Вам покажется, ну там один уровень, ничего не изменит. На самом деле, нет. Здесь каждая тычка и каждый уровень очень важен. Потому что, если у противника фулл прокачка, то твоя там, допустим, Ледяной Дух, он 13-й уровень, вышка его будет убивать. Он не сможет нанести урон по вышке. А у противника сможет нанести урон, если Дух 13-го уровня. То есть, эти микро-моменты очень решают, ребят. Вот вам пример прокачка у всех. Фулл 11-й Хог, 11-й Гигант, 11-й Хог, 4-я Лава. Ну и так далее, в общем. А сейчас посмотрим повторы. В общем, ребят, он сказал, что в этом сезоне сделает 5500. Давайте поможем ему. Надо много лайков собрать. Ну, 5-10 тысяч, если соберем. Я прям обещаю вам, что я запишу видос, как он взял 5500 с этой декой. Ну, мне очень интересно, ребят. Может, я эту колоду возьму. Сейчас посмотрим повторы, я не смотрел. Кстати, клан интересный. Я его встречал неоднократно в Глобале. Только, по-моему, есть еще аналог. Это сверху, да, есть снизу девушки. Я встречал этот клан. Вроде как его часто где-то я видел. Не знаю, в общем, вы знакомы с этим кланом или нет. Просто я очень часто в Глобале реально встречаю. Может, это фейки какие-то. Но клан достаточно для меня знаменит. Ну что, давайте теперь перейдем к повторам. Последний повтор посмотрим. А там я посмотрю, какие колоды еще ему встречались. Ну что, научи нас играть CoreGeek Plus Sparky. Кстати, комменты были под видосом. Составить колоду CoreGeek Plus Sparky я не сделал. Потому что я сказал, что эта колода не тащит. Типа, мол, ты в своем уме? Подписчику я говорил. Ой, как я ошибался. Ну, на самом деле, возможно, она и не тащит эта колода. Просто он шарит с ней играть. Но давайте смотреть. Может, вам эти повторы эта колода поможет. И вы тоже будете с ней тащить. Итак, варвары задефали. И рыцаря, и хога. Я не знаю, зачем он хога выбросил, когда у нас варвары были. Но мы еще миньонов подкинули. Так, он выбросил ледяного духа. Но тут дух не спасет. А, вот зап, да. Запом, конечно, он притормозит немножко. Но варвары там нанесли немного урона. 2 500 здоровья осталось на вышке. Ладно, смотрим дальше. Ледяный дух сливается. Что будет дальше? Лучницы, наверное. Да, лучницы. Ну, блин, достаточно нестандартная дека. Непривычно мне смотреть эти повторы. Блин, против быстрого хога. Со спарки выиграть? Серьезно? Надо, это, блин, надо отдать ему должное. Серьезно, давайте смотреть. Сейчас был запили, мне показалось. Ну, может, мисклик, не знаю. Ладно. Варвары на хога. Ну, блин, кстати, варвары очень часто начали в глобале встречаться. Ой, как они меня бесят. Серьезно. Играю неважно. Ну, с големом не так, конечно. А вот с хогом, с гигантом. Блин, ну, прям бесят конкретно варвары. Поэтому, я думаю, что здесь еще они немаленькую роль играют в его колоде. Ну, что ж, едет спарки. Вот, конечно, не знаю, как против ракеты он будет играть. Ну, сейчас посмотрим. Может, есть какие-то повторы у него. Просто сейчас колоды такие с мортирой, с хогом. Ракета популярная. Так, фаер. Но там был зап на спарке. Поэтому рыцаря она сразу не уничтожила. Но кургик, смотрите, стоит, дамажит. Плюс запом добили рыцаря. И что получается? А, он еще кривых гоблинов выбросил. Если сейчас снесет вышку. Да, он сносит вышку. Но это, конечно, по ошибке противника. Если бы он гоблинов выбросил правильно, спарки бы вышку не забрало. Выбросили мы варваров. На нас кинули фаербол. Но варвары немножко выжили. И плюс с помощью лучниц мы добиваем все остальное. Все оставшееся. Так, смотрим дальше. По этой же стороне тачит. То есть не переходит на второй фланг. Потому что уверен, что задефает. А, смотрите, противник же потратил зап. Поэтому да, вот откуда такая уверенность. Но я бы, не знаю. Мне бы со спарки было трудно дефать Хога. Окей, противник делает свитч на правую сторону. Мы ледяного духа плюс лучниц выбрасываем. И фаербол в ту толпу. Но Хога мы не задефали. Много здоровья. Так, плюс миньоны. Остается 1700 хп. Там спарки добирается к главному зданию. Но там вышку не снесут. Ну, в принципе, остается мало времени. Да, противник уже не успеет. Слушайте, ну достаточно странная победа. Давайте еще посмотрим. Тут, знаете, похоже на случайность. На везение. Ну, какое может быть везение? У него 5-300 кубков с этой колодой. Гигант плюс парки я не хочу смотреть, честно. Хотя, может, посмотрим. Я хочу еще против Хога. Сейчас много Хогал. Давайте, может, посмотрим, если есть колода с ракетой. Блин, ему везет, что ли. Смотрите, мортира, но без ракеты. С кладбищем. Спеллбейт тоже какой-то нестандартный. Коргиг с молнией. Три мушки терра. Слушайте, это интересно. Давайте посмотрим рекорд. 5500. Ну, в принципе, нормально. Блин, с ракетой ни одного. А, вот. 3-0. Давайте посмотрим. Вот этот повтор. Я, на самом деле, хочу много посмотреть поединков, ребят. Но, опять же таки, я могу снять еще вторую часть. По этому аккаунту, если вам интересно. Набираем 10 тысяч лайков. Будет вторая часть, как он взял 5500. И вы напишите в комментах, против каких колод вам интересно посмотреть атаки. Потому что я не знаю, на какой вы арене и какие вам противники встречаются. Хотите против Коргига? Будем смотреть против Коргига. Против Гиганта? Значит, против Коргиганта. Элитных варваров, конечно, тут нет. Но, блин, ребят. Элитных варваров дефают обычные варвары. Вообще на изич. Поэтому, думаю, там нечего показывать. Так, что тут у нас произошло? А, в принципе, чё? Чё тут смотреть? Коргиг-то контра, контра, мартири. Чё тут смотреть? Тут не обязательно даже спарки использовать. Ждешь, когда противник выставит мартиру. Мы выбросим Коргига. Всё. И победа. Да, противник даже не сопротивлялся. Всё. Окей. Понял. Это же контра. Я забыл, что Коргиг, контра, мартири. Против спеллбэйта. Мне интересно. Вот спеллбэйт 100% вынесет эту деку. Вообще на изи. Я не знаю. Там ракета на спарки. Инферно на Коргига. Всё. И вообще шансов, мне кажется, нет. Ну, давайте посмотрим против трёх мушкетёров. Тоже достаточно популярная колода. Часто встречается. Ну, мне, по крайней мере. На моих кубках. На высоких кубках такие деки очень часто встречаются. Не знаю, как у вас, ребят. Ну, всё-таки тоже там 10-11 арена смотрят Тиви Рояли и берут колоды у топов. Я думаю, может, у вас тоже такие деки. Но, опять же таки, напишите в комментах, против каких колод вам интересно. Какие деки вы не можете контрить. Ну, если вы будете этой колодой играть. Я обязательно следующий выпуск учту это и по вашим комментам буду смотреть повторы. Так. Значит, сборщик мы не дефаем. Сборщик стоит. Ну, в смысле не дефаем. Фаерболом не наносим ему урон. Поэтому сейчас будет уже второй сборщик. И, слушайте, это, блин, достаточно стрёмно. Я вот всегда, когда играю против таких колод, Я туплю. Вот я сижу и думаю, так, что делать? Выбросить фаер на сборщик. Или выбросить, или подождать трёх мушкетёров. Вот у меня реально паника какая-то. Я вот не знаю, правильно я делаю или нет. И вот давайте смотреть, как делать правильно. Фаер был на сборщик на второй уже. Три мушкетёра идёт. Сейчас будет спарки. И я думаю, что варвары. Я думаю, что варвары. Да, блин, ну варвары реально тут тоже немаловажная карта. Серьёзно. Вот смотрите, сейчас варваров куда? На одного мушкетёра, потому что двух мушкетёров заберёт спарки. Но, знаете, пройти... Икс-медиум. Я просто даже ник его не прочитал. Икс-медиуму повезло, потому что есть колоды с запом. Три мушкетёра. И вот если бы запнули спарки, это было бы минус вышка и минус спарки. Но опять, делать скидку на то, что это было везение, глупо. Потому что он... Это не единичный случай, это не единичная победа. Опять 350 кубков. Разве это можно назвать случайностью? Ну, везёт, возможно, там в некоторых случаях. Ну, а вы сами попробуйте. Я думаю, что это нелегко. Но я эту колоду возьму во внимание. И, ну, попытаюсь с ней сыграть. Но я сомневаюсь, что мне получится. Но всё-таки, блин, реально. Я вот ракету боюсь. Я боюсь... Ну, блин, ну как он теркалот, мне кажется. Ладно, смотрим. Блин, пока я тут рассуждал, уже снесли моему вышку практически. 577 здоровья осталось. Fire 9, интересно, добьёт или нет? Fireball на трёх мушкетёров. И, блин, и запом добиваем. Запом добиваем. Этого мушкетёра убьёт спарки. Но опять же, да, легко. Потому что нету запа. Да, если был бы зап, то, мне кажется, и правую, и левую сторону он бы терял постоянно. Ой-ой-ой, противник моросит, очень моросит. Что же он делает? Ну, это ж Fire плюс Зап, и трёх мушкетёров просто нету. Смотрите, Зап, ну... Почему он... Ммм, решил сэкономить Зап, интересно. Да, в принципе, не обязательно там Зап было использовать, потому что... Ну, миньончики ещё выжили. Ну, и добрасывает Кургига в конце. Даже не Fire'ом, а Кургигом добил. И... И Шахтёр, смотрите. Не, ну всё-таки, если бы ещё немного, то, может быть, он и потерял левую сторону. Но победа на его стороне. Давайте посмотрим ещё последний какой-то повтор. Я не знаю, с чем посмотреть. Мне, например, неинтересно... А, тут даже поражение. Против Королевской Гиганта. Против Хога. Вот давайте против Хога. Какой рекорд у противника? Рекорд у противника 5800. Хороший пример. Фулл прокачка. Давайте смотреть. Хоги сейчас популярные. И разные связки. Как и 2.8 эликсира. Там и с 3-мя мушкетёрами. И с Пека, и с Фризом. И с чем только их не комбинируют. Поэтому... Хоги будут встречаться вам. Поэтому давайте смотреть, как он дефал Хога. Ледяной Дух и... Ну, блин. Тут смотреть даже нечего. Выбрасывает Хога. Мы выбрасываем Варвару. Но... Ледяной Дух. Видели, да? Нанёс урон Варварам. И Фаерболом добили Варвара. Это, конечно, опасно и неприятно на самом деле. Но, по-моему, ещё противник подкинул ЗАП. Если я правильно увидел. Вроде бы он ещё и ЗАП сверху подкинул. Я не помню. От Ледяного Духа и Фаера умирают 13-е Варвары? Это, наверное, максимального... Максимального уровня должен быть Ледяной Дух. Фаер. Чтобы убить... И Фаер тоже максимального. Чтобы убить 13-х Варваров. Вроде бы так. Так. Миньонов на Принцессу. Начало поединка, естественно. Плачевно видим, что... Икс Медиум расстроился. Потому что... Посмотрите на нашу вышку. Тысячу. И отсот здоровья на ней осталось. Это... Сейчас, смотрите. Ещё один заход. И ещё меньше останется. Снова готовим Варваров. Теперь так, чтобы Фаер по вышке не прилетел. А он, по-моему, в прошлый раз не прилетел, да? И нам приходится Фаерболом добивать Хога. Противник угорает с нас. Как всегда. Знаете, вот... Когда... Когда у тебя неудача какая-то. Противники любят поугарать. Написать. Хорошая игра. Ух ты. Опаньки там. И прочее. Чтобы побесить тебя. Но мы-то итог боя знаем. Смеётся тот, кто смеётся последний, да? Я думаю, что в конце противник немножко будет по-другому. Другие смайлы, точнее, отправлять. Ладно, смотрим. Сплит лучниц. Что же дальше? Варки. И, кстати, опять же. Я знаю колоду мини-пека-хок с ракетой. Вот если бы была здесь ракета, ну блин, ну опять же говорить, что это везение тупо, правда? Была бы ракета, бой бы совсем был. Ну и, наверное, было бы поражение. Наверное, было бы поражение. Не знаю. Мне очень часто подбираются противники с ракетой. И... Спаркиш ракета, ракета Спаркиш-то уничтожает, поэтому... А что такое? Почему? Что происходит? Я не понял. Блин. Я думал, тут будет эпичный поединок. Я думал, тут будет камбэк. А противник просто перестал сопротивляться. Серьёзно. Блин. Ладно. Тогда нам не остаётся... Ничего, как посмотреть против Спарки. Спарки, не знаю, часто вы будете встречать, не часто. Но давайте смотреть. Тут ещё колода со сборщиком, поэтому... И Спарки плюс Гигант это лучшая... Ну, лучшая комбинация, чем с Кургигом. На моё мнение, опять же таки. У каждого свои взгляды на колоду. Кому-то нравится с Кургигом комбинировать, кому-то с Хогом. Даже такое, да? Если я снимал колоду с Хогом и Спарки. Можете заценить, если они смотрели. Так. Значит, X-Medium решается кинуть фаер на сборщик, чтобы не давать халявный элик. Хорошо. Сразу же идёт контратака со стороны противника. Гигант плюс мухи. Но у нас варвары. Они жирные. Они выдерживают даже атаку от миньонов. Поэтому это не какие-то банда гоблинов, да? На которую зап кинул, там мухи добили. И всё. И это минус вышка. Варвары, конечно, сейчас мощная карта. И её часто используют. И вы не представляете, как она меня бесит. Потому что она меня контрит. Пипец как. Ладно, смотрим дальше. Едет Спарки со стороны противника. Я прошу обратить ваше внимание. Кстати, Спарки на данный момент с выстрела на Спарки не убивает. То есть Спарки, Спарки не убивает. Блин. Ну вы поняли. Вот. Но у противника четвёртого уровня Спарки. Поэтому она с выстрела должна убить нашу. Нам приходится и ледяного духа выбросить. И ещё лучницы. Как видим, что наша Спарки продолжает атаку. А его отправилась... Ну вы поняли. Ладно. Так. Значит, миньонов сейчас уничтожаем. Выбрасываем снова варваров. Изи, деф. Изи. Противник готовит сейчас снова свою Спарки. Сборчик передумал он, видите ли, ставить. Хотя на его месте надо было ставить сборщики. Серьёзно. У него было бы преимущество. Тем более у нас фаер ещё не скоро был бы. Так. Смотрим дальше. Ну тут, конечно, всё зависит от ловкости. От умения игры. Ну когда играешь в Спарке против Спарки. Потому что... Блин. Ну кто... У кого нервы железник, то последний зап выбросит. Вот видим, да? Противник быстрее зап выбросил. То есть первый. Мы чуть попозже. Поэтому наша Спарки продолжает атаку. А его умирает. Ну в этот раз у нас хватило эликсира. Так как двойное... Время у двойного эликсира пошло. У нас хватило элика ещё подкинуть Коргига. И мы хорошую делаем атаку. Так. Я вот сейчас смотрю. И мне интересно уничтожить Спарки. Нашу Спарки. Ну скорее всего уже да. Уже да. Так. Ледяной дух. Лучницы. Можно выбросить варваров так, чтобы... Ну полностью задефать её. Так. Вау. Ещё миньоны. Ну это короче у противника полностью байт на зап. Дека. Два вида мышей. Гоблины. Спарки. Ещё пламенного не хватает в эту коллекцию. У меня была хорошая колода с гигантами Спарки. Но опять же. Я поиграл там пару дней после того, как её улучшили. А потом у меня что-то не сложилось. Не знаю. Так. Давайте на Х2 поставим. А то я немножко устал уже смотреть эти поединки. Потому что я вот смотрю и одно и то же повторяется. Вроде бы то, что в начале он делал, то и в конце. Понятно. Ой. Сейчас Спарки мы потеряли. И гигант доходит к вышке. Уже вторая Спарки едет. Мне вот сейчас интересно. Слушайте. Смотрите. Тысячу здоровья остаётся. Так. Вот повезло сейчас, что гигант был позади. Поэтому Спарки мухи уничтожили. Ледяной дух плюс зап. И Коргик делает своё дело. Ну там да. Сто процентов бы он добил. Любым спылом. Окей. В общем, ребят. Реальный респект ему. Потому что колода непопулярная. Я бы не сказал, что она тащерская. Но с ней играть, как я уже сегодня показал, можно. И как видим, высокие кубки можно апать с ней. Опять же. Вы подумайте. А у него максимального уровня Коргик. Варвары, лучницы, миньоны. Нет, ребят. Это слабая прокачка. У него девятый Фаербол. У него вторая Спарки. Вы видели его противников. С четвёртыми легами. Все рарки 11 уровня. Команки все 13. У него даже команки ещё не все 13. Поверьте. На таких кубках эта прокачка не сильная. В общем, желаю ему удачи. Взять 5500. Надеюсь, вы лайком поддержите. Если лайки не поставите, значит вам неинтересно. Вторую часть записывать не буду. Если вам понравился этот выпуск, давайте 10к лайков. И я записываю, как он берёт 5500. На этом я буду прощаться, ребят. Спасибо всем за просмотр. Желаю вам удачи, чтобы вы в этом сезоне взяли максимальное количество кубков. Ну и до новых встреч. Всем, ребятки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok